И снова здравствуйте! В студии Владислав Витковский и в эфире Вести Ульяновск. Смотрите «Ульяновский». Плюс 20 в квартире. Во многих домах Ульяновска начался отопительный сезон. Качество хорошее, а вот количество подкачало. В регионе убирают подсолнечник. Аграрии озвучили прогнозы на урожай. Дает шанс на жизнь. В мире сегодня отмечают День врача. Наша съемочная группа побывала в гостях у нейрохирургов. В конце сентября в Ульяновске дали старт отопительному сезону. А с сегодняшнего дня тепло стало массово поступать в жилые дома. По словам коммунальщиков, в целом этот процесс идет исправно и никаких нареканий не вызывает. Во многом потому, что подготовка к началу отопительного сезона прошла без срывов. А выявленные проблемы оперативно устранили. В новом городе ТЭЦ-2 запускается, здесь запускается ТЭЦ-1. Все ведомственные источники, все наши муниципальные котельные, они уже включены. Осталось только подключить систему центрального отопления на квартирных жилых домах и довключить социальные объекты, которые находятся в жилых домах. В основном это библиотеки и административные здания. Одними из первых подключили ряд домов в железнодорожном районе Ульяновска, которые расположены на проспекте Гая, рядом с детским садом и другими соцучреждениями. Тепло туда стали подавать еще в конце минувшей недели, и местные жители уже успели оценить теплый климат в своих квартирах. По словам Натальи Носовой, в ее жилище столбик термометра поднялся выше отметки в 20 градусов. Тепло дали нам, по-моему, в четверг, уже 4, наверное, дня тепло. И, конечно, ощутим, мы вообще сейчас не ощущаем переход от холодного климата, и чтобы здесь у нас было холодно. У нас обычно всегда тепло. На данный момент находимся в Южном районе. Южная районная котельная обеспечивает тепловой энергией этот район. 112 жилых домов, 19 объектов социальной сферы. Согласно постановлению правительства города Ульяновска, уже пущена социальная сфера. Параллельно было запущено 6 жилых домов. Коммунальщики просят ульяновцев следить за состоянием батареи, стояков в квартирах. И в случае обнаружения повреждения, незамедлительно сообщать в аварийной службе или управляющей компании. Кроме того, городские власти рекомендуют по возможности посетить квартиры, в которых на данный момент никто не проживает, и проверить там состояние труб и батарей. Ульяновские нарычивают темпы уборки технических культур. Одними из первых собирать масленичные урожаи начали аграрии Чердоклинского района. За две недели подсолнечник собрали с 2000 гектаров. С каждого чуть более 18 центнеров. Это средняя урожайность. В 2017 году площадь подсолнечника, которая занимает Чердоклинском районе, составляет более 20 тысяч гектар. Значит, она, спортив 2017 года, немного уменьшилась у нас. Значит, это хозяйство переходит на более выгодные и более рентабельные культуры. Агроном Вячеслав Поляков сегодня оценивает урожай. Здесь комбайны вышли на уборку масленичной культуры одними из первых. В день только одна машина обрабатывает до 20 гектаров пашни. Параллельно почву готовят подсев уже следующего года. Подсолнечник здесь традиционно занимает пятую часть всех посевных площадей. Качеством семян аграрии довольны. Подвело лишь количество. Растениям не хватило влаги. На сегодняшний день убрали в хозяйстве 900 гектар из 2 тысяч. Средний урожайность 19 сантиметров с гектара. Значит, немного недополучаем в связи с сложившимися погодными условиями. Ну так, в общем, качество зерна хорошее. Масличность 50, влажность 10-11 процентов. Между тем, в Чердоклинском районе области уже завершили сев азимых культур. В этом году они здесь заняли рекордные 27 тысяч гектаров. Сегодня 1 октября в Ульяновской области, как и по всей России, дан старт осенней призывной кампании 2018 года. В районных военных комиссариатах, а их по региону 25, стали появляться молодые люди с повестками в руках. В ходе нынешней кампании военкоматы посетят 6,5 тысяч человек призывного возраста. Часть получит отсрочку или будет признана негодными к военной службе. А чуть более 1100 человек отправятся в армию. В последнее время отношение к службе изменилось в лучшую сторону. И основная масса призывников, выполняя свой конвенционный долг, приходят на призывные комиссии. И в последующем, если они годны и призваны, то идут проходить службу. Рода войск, куда могут отправиться служить наши земляки, самые разные. Точный перечень будет известен по мере формирования команд и наличия заявок. Однако Никита Савинчев уже, похоже, со своим выбором определился в мечтах у парня одной из элитных подразделений. В этом сына поддерживает и мама, тем более, что призывник из военной семьи. Мне сказали то, что пойду пока что в президентский полк, но это еще не точно. Должны 15 ноября меня вызвать и скажут уже точно. То есть там уже на перрон сразу и все. А так могу свои предпочтения дать именно ему, потому что я хочу продолжить свою карьеру, пойти учиться на офицера. Мы с девятого класса как бы планировали уже поступать военной, но по иронии судьбы у нас не получалось. Ну а так предпочтение, конечно, я поддерживаю сына своего, чтобы в дальнейшем его судьба сложилась только в военных силах. Осенняя призывная кампания 2018 продлится до 30 декабря нынешнего года включительно. Как и ранее, призывникам предстоит пройти тщательный медицинский осмотр, а также собеседование с представителями призывной комиссии. Международный день врача отмечается в первый понедельник октября. В нашем регионе немало талантливых и очень хороших врачей. Среди них Вадим Бакшев. Он возглавляет отделение нейрохирургии в областной клинической больнице. К нему в гости сегодня приехала наша съемочная группа. Наиль Айметов перенес хирургическое вмешательство всего несколько дней назад. На операционный стол его привели проблемы с позвоночником, дикие боли в ноге. Хромота это точно прям сильная. Боли сильные были. А сейчас уже не будет? Сейчас нет, сейчас все. И работать будете? Да, продолжать жить дальше. Вы как-то благодарны врачам? Да, очень. Конечно, не будет ничего. Ходил бы, может и не ходил бы. Операцию на Илю Айметову делал Вадим Бакшев. Он заведующий отделением нейрохирургии областной больницы. Всего в его видении 30 койко-мест. И они никогда не пустуют. В отделении проводятся экстренные и плановые операции. Более 500 в год. Многие из которых дают человеку еще один шанс. Это отделение действует с 1964 года. Здесь накоплен огромный опыт операций на опухолях центральной нервной системы. То есть, когда поражены головной или спиной мозг. Сейчас продолжают осваиваться, развиваются операции по удалению, по клеппированию аневризм сосудов головного мозга. Такие операции выполняются только в нашем отделении Ульяновской области. Вот если они делают такие операции, что с человеком будет, если сделать? Ну, что он инвалидом станет. Нет, здесь вопрос идет о жизни и смерти. Высокотехнологичные операции здесь стали делать несколько лет назад, когда отделение получило достойное техническое оснащение, рассказывают местные медики. Примерно тогда это отделение и возглавил Вадим Бакшев. Посмертность у нас уменьшилась в нашем отделении. Результаты стали лучше. Меньше стали отправлять в федеральные центры пациентов со сложными случаями. Но это благодаря нашему оборудованию. Микроскопную, нейроневизмационную систему. Результаты очень... Мы под его началом готовы работать дальше. Вадим Бакшев уже давно признан одним из лучших врачей нашего региона. Причем не только коллегами, но и пациентами. Теми самыми, которые получили из его рук второй шанс на жизнь. Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Сегодня в Ульяновске отметили День пожилого человека. Основное мероприятие прошло в киноконцертном комплексе «Современник». Здесь провели областной фестиваль «Ульяновская область. Территория долгожителей». Согласно статистике, в 73-м регионе проживает около 50 жителей старше 100 лет. И больше 4 тысяч в возрасте старше 90. Их также пригласили на праздник. Среди них Леонтий Аристаркович Рябов. Ветерану труда 91. Но он по-прежнему старается вести активный образ жизни. Кто стремится в жизни, тот стремится и во всех делах. Если я стремился в жизни, это сделать, это сделать. И не то, что за деньги, как шкулянты. Стремлюсь я за спасибо говорю. Я и картину нарисовал всему языку. Позже Леонтий Аристаркович найдет свое имя в книге «Долгожители Ульяновской области». Один из экземпляров нового сборника ему вручили во время торжества. В числе награжденных книгой ветераны войны Таисия Олимпиева и Елена Смирнова. На праздник также пригласили активных пенсионеров с разных сельских районов. Многие из них ведут спортивный образ жизни. А еще участвуют в общественных мероприятиях. Я влился в команду «Бодрость», которая существует в Сенгелеевской районе уже лет 5, наверное. Каждую неделю, в неделю два раза, вторник, четверг, с 19 до 21 часа нам предоставляют ФОК в Сенгелеевске, где мы занимаемся различными видами спорта. Я считаю, что человек счастлив тогда, когда в нем много энергии. Когда энергия истекает, человек становится грозным, тоскным и несчастливым. Для гостей фестиваля организаторы подготовили праздничную программу с танцами самобытных коллективов. Не менее разнообразным был песенный репертуар. Одна из композиций «Город мой» прозвучала в исполнении Ольги Ильиной. Мемориальную доску русскому военачальнику, участнику Первой мировой и гражданской войн Владимиру Капелю установили в Ульяновске. Разместилась памятная табличка на фасаде КПП бывшего училища связи. Место было выбрано не случайно, ведь именно в этих дореволюционных зданиях и располагался Волжский армейский корпус под предводительством генерала. Мы должны показывать нашей молодежи, что были люди, которые могли свои присяги, свою честь не продать и служить присяге до своей смерти, до последнего вздоха. В первую очередь это является смыслом. Это примеры наших сотоварищей, наших граждан, наших православных людей, которые умирали ради этого Отечества, ради Родины. Началась церемония открытия Смолебна. Провел его митрополит Симбирский и новоспасский Анастасий. Прибыли и столичные гости. Например, Александр Аликаев, который участвовал в транспортировке тела Владимира Капеля из Китая в Россию и его перезахоронения. Он лежал как живой. Фактически погоны, георгиевская бант, форма, тело, голова, усы, все. Ну и по благословению патриарха мы сейчас его, мы тогда вернее перевезли его в Москву и захоронили в Донском монастыре. В завершении торжественной церемонии люди возложили к мемориальной доске цветы. Далее прогноз погоды. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До встречи. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Температура воздуха ночью по области минус 2, плюс 3. В Ульяновске около нуля. Завтра днем по области плюс 10, 15. В Ульяновске 11, 13 градусов выше нуля. Субтитры подогнал «Симон»!